Всем привет, друзья! В этом ролике разберем кучу полезных советов, как закрутить в край доски саморез разными способами, при этом не расколоть край доски. Конечно, можете кричать в комментах, что для таких случаев есть сверло, но на практике не всегда сверло есть под рукой. Поэтому желаю приятного просмотра и поехали! Собрав на столе небольшой макет из досок, черчу линию примерно 1 см от края. Именно в этот край и будем загонять саморезы. Первая и самая простая ситуация. Крутим саморез в край доски. И, конечно, доска в 99% лопается. Самый простой и первый способ в голове возникает это рассверлить отверстие. Саморез у нас толщиной 4 мм, поэтому беру сверло 3 мм. Вставляю в шуруповерт и делаю отверстие. После рассверливания саморезы заходят в доску без всяких трещин. Такой способ знают 99% всех мастеров. Хотя иногда и забывают засверлиться. Обычно вспоминают после того, как первый щелчок доски уже произошел. Многие, кстати, перестают выполнять задачу, так как нет сверла под рукой, но не хотят думать головой. Поэтому, если под рукой нет сверла, то, возможно, есть под рукой обычный гвоздь. Устанавливаем гвоздь в шуруповерт и с помощью него делаем отверстие в древесине. Таким образом, мы также рассверлили отверстие и без проблем закрутили саморезы. Вообще, в работе всегда нужно и полезно иметь два инструмента сразу. Это два шуруповерта. С помощью них работа ускоряется в два раза. В моей мастерской сейчас трудятся инструменты от компании Макита. Выбирая себе инструмент, друзья, рекомендую всегда собирать одну линейку инструментов. Так как, купив пару аккумуляторов, вы в дальнейшем сможете докупать только тушки инструмента и расширять свою линейку. Инструмент очень добротный и давно себя зарекомендовал на рынке. А подробные обзоры на инструмент вы можете посмотреть на YouTube-канале Макита. Там ребята более детально все расскажут. Ссылку оставлю в описании. Ну а подобрать себе девайс рекомендую зайти на всеинструменты.ру. Сейчас проходят крутые акции. Например, список идей для подарков. Выбирайте подарок, применяйте промокод и получайте сочный скидос. Все подробности оставлю в описании под видео. Поехали третий способ. Как закрутить саморез. Можно взять и откусить край самореза. Таким образом закручивать будет на старте сложнее. Но при этом не порвем доску. Но у такого способа есть огромный минус. Это долгий процесс подготовки и его исполнения. Продолжение следует... Четвертый способ. Я им часто пользуюсь. Это реверс. Проверено на практике. Работает отлично. Смысл в том, что перед закручиванием самореза мы сначала разгоняем саморез в обратную сторону. То ли нагреваем дерево, то ли нагреваем саморез. Но фишка крутая. Поддержав 5 секунд, саморез заходит в дерево и не дает щелкнуть краю. Я, конечно, не физик и до конца сам не понимаю, как это работает. Кто шарит, пишите в комментах. Но способ реально мега удобный. Следующий способ закручивания. Это с помощью обычной струбцины. Смысл в том, чтобы зажать заготовку плотно, прижав струбцины. И, начиная закручивать саморез, дереву некуда расширяться. И не происходит раскол заготовки. Также рассверливать отверстия можно и самими саморезами. Вставляем в патрон шуруповерта. Ставим реверс и, выкручивая, прижимаем к древесине. У нас получается отверстие. В идеале использовать чуть тоньше саморез для рассверливания. Таким образом, отверстие под будущий крепеж будет надежнее и плотнее. Вот такая у нас получилась небольшая подборка с полезными советами. Пишите комменты, делитесь своими советами, как еще вы применяете и выполняете различные задачи необычным способом. Поставьте лайк, если видео было полезно. И подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok